Актовый зал Брестского государственного технического университета в этот день был максимально заполнен. Да, меры профилактики коронавируса не позволяют проводить рассадку близко. Студенты сидели через одного, однако и в проходе стояли желающие увидеть своими глазами человека, который смог выстоять, несмотря ни на что. Зал встречал Алексея Талая стоя, а после с особым вниманием и трепетом студенты слушали все, что говорил главный герой мероприятия. Злой рок, жестокая ирония судьбы, вариантов того, как можно назвать случившееся в его жизни, достаточно много. В первые дни все казалось невыносимым. Этого гость встречи не скрывает. Что говорить об этих первых неделях, когда я был тоже в состоянии таком полузабытие, когда приходилось врачам применять какие-то такие обезболивающие препараты, потому что жить без них было уже невыносимо, это было невозможно. И я помню, помню, это страх и ужас, и состояние вот этого такого безысходности, когда ты понимаешь, что деваться некуда, некуда, только вот стеснув зубы, да, когда-нибудь прокусывая до крови губы, да, вот терпишь до последнего. Но сломить внутренний стержень не смогло ничто. Во имя близких, во имя родных, друзей Алексей Талай смог достичь больших высот, став примером для сутен тех, кто столкнулся с разными трудностями. Благодаря твердости и стойкости духа, стальному характеру, Алексею Талаю удалось создать семью, где подрастают дети, окончить университет. История его жизни и преодоление трудностей после трагедии вдохновляли многих. Его начали приглашать за границу, где он читал лекции, делился собственным опытом, помогая людям обрести себя. Это главный посыл его общения. Будьте сами собой, и к вам в жизнь обязательно придут нужные вам люди. Самое главное – говорить правду, ничего не скрывая, потому что наши молодежи – это умные ребята, это прозорливые в том числе. Они тонко чувствуют вот эту грань, когда им пытаются что-то, как сегодня говорят, втюхать. Поэтому наши откровенные разговоры – это залог успеха, достучаться до их сердец, до их душ. Мы понимаем, что это сильные люди. Сегодня в этот мир приходят интересные души. И то, что и как они будут понимать этот мир, ценить свое окружение, своих взрослых товарищей, будет зависеть и судьба нашей страны. Студенты достаточно долго не отпускали Алексея. На память о встрече они подарили гостю картину, созданную в стенах вуза. А после еще долго фотографировали с человеком с большой буквы, с тем, кто смог победить слабость и тем самым подарить новую жизнь другим. Таких, как он, очень мало. И, наверное, вот такой контакт студенчества с Алексеем, его жизненный опыт, его боль, которую он пережил, ну, надо доносить ребятам. Доброта, она сегодня очень важна. И особенно доброту нужно доносить нашим студентам, потому что, ну, это будущее нашей страны. Верность традициям, верность своей семье, верность своему делу, верность Беларуси. Вот все, о чем сегодня говорил Алексей. Алексей Талай уверен, самые главные слова в жизни любого человека приходят в нужный момент. И он уверен, что этот диалог будет отзываться в сердцах студентов еще очень долго. Я очень рад тому, что меня однажды судьба вывела на сцену. Я очень противился однажды этому, и стеснялся. Я не мог себя принять в новом теле некоторое время. Но, возможно, этот жизненный опыт этого Алексея Талая, он сегодня может встрепенуть кого-то и зарядить на движение вперед и на победу, на то, чтобы укрепить себя, свою семью, создать красивую, любящую семью и просто быть счастливым.